Дорогие друзья, большая радость пришла на Первый канал. Сегодня к нам из Северной Америки, из Соединенных Штатов Америки приехали наши дорогие и любимые артисты. И сегодня вместе с нами они будут в нашей телевизионной передаче, потому что, несмотря на то, что нас разделяют океаны, моря и целые пласты культур, мы все равно все вместе одна команда. Hello, hello, let's start. Начали. Вместе с партнершей по фильму «Ос великий и ужасный» Милый Кунис. Вот они. Ребята обсуждают калей. И у нас волшебство прямо сейчас происходит в гостях исполнители главных ролей Мила Кунис и Джеймс Франко. Милый Кунис Милый Кунис. Такой большой зрительный зал у вас. Спасибо огромное, что вы к нам приехали. Спасибо, что вы здесь. Мы очень вас ждали и очень рады вас видеть. Спасибо. 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 Как вы готовились к роли фокусника и магистра, которые вы исполнили в этом фильме? Мне наняли специального волшебника, который меня натаскивал. Он приехал с нами и работал несколько недель со мной. Показывал мне, как всякие фокусы делать. Как сделать вид, что я на самом деле, как будто я поднимаю кого-то в воздухе или делаю так, чтобы ты исчезал. И другие фокусы. Как, например, достать из рукава голубя и так далее. Но мало что из этого пошло в фильм. С колубем было здорово. Колуби остались. Мы остались? Я уже гораздо лучше могу все это делать. Мне, говорит Мил, очень понравилось. Прекрасно. Тогда скажите, поскольку в фильме… Спасибо. Поскольку в фильме происходит очень много всевозможных красивых ваших перемещений в красивой стране, которые… Мы здесь в России, мы таких стран не видели. Это, очевидно, страна несуществующая. Хотя некоторые думают, что так выглядит… Серьезно? Да. Хотя некоторые полагают, что так выглядят некоторые штаты в Америке. Скажите, вы, наверное, все это снимали в зеленой комнате? Нет. Нет? Нет, много… Мила, можно говорить по-русски. Мне так тяжело. Я очень нервничаю, когда говорю по-русски. Да не надо нервничать, спасибо. Здесь все счастливы. Здесь все счастливы. Если бы моя мама, или баба, или папа здесь бы сидели, для меня было бы это в сто раз легче. А они смотрят русское телевидение? Нет. Нет. Ну, я, честно говоря, не знаю. Потому что, по-моему, чтобы иметь русское телевидение, нужно иметь специальное, как… Network, or… Да, я не знаю. Баба с дедом смотрят. Бабушка с дедушкой смотрят, да? Да, потому что они там смотрят, как soap operas, и все такое. Всякие были оперы, сериалы. Баба с папой, я не уверена. Но, чтобы ответить на ваш вопрос, у вас было восемь разных сцен. И на каждой сцене, например, замок Гленды, дворец, все остальное. Желтая дорога, помощь на желтым кирпичом. Поэтому все было возможно. А все остальное было уже за хромакем. То есть, очень много было декораций. Джеймс, у меня вопрос к вам, поскольку мы затронули эту тему с Милой. Ваши родители смотрят русское телевидение? Что-что? Вчера «ракорика» смотрят русский телевизион. Мне любят. Обожают. Тебя очень любят лично. Мне любят вас. Очень любят. Ты такой смешной. Ты такой смешной, говорят. А у мамы есть русский акцент. Джеймс, есть уникальная возможность передать своим родителям привет на российском телевидении впервые это будет? Ой! Привет, мам. Привет, мам. А правда, что бабушка Джеймс снималась ваша в фильме? Я. Она играет одного из маленьких человечков в дворце Гленде. Такая сцена, когда Мила издевается и улетает. А я убегаю. И только моя шляпа остается на кипичной дороге. И бабушка там, она живуна играет. Такой маленький живун. Да, живуны, там же такие персонажи. Скажи, Джеймс... В шляпе такой, да? У бабушки шляпы, такая, с цветочками. Я бабушку не заметил, кажется, она там действительно в шляпе. У меня просто тоже бабушка снимается в кино. Вот, но мы отдельно с ней. Джеймс, а когда вы заключаете контракт, влияет ли на условия контракта наличие бабушки в съемочной группе или нет? Я не подписываю, но бабушка подписывает так. И она, правда, проверяет, чтобы это было включено в контракт. Окей. У меня есть некоторые фотографии... Да, фотографии посмотрим попозже, сейчас посмотрим рекламу. Она тоже состоит вся из фотографий, друзья, сегодня. Рекламу на Первом канале и мы вернемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Составляющая Джеймса, меняется он как человек. И он как большой артист это демонстрирует. Но вы помимо того, что меняетесь внутренне, вы ещё сильно изменяетесь внешне. Капельку, да. Ну, позвольте я покажу эту капельку. Да. Дело в том, что Мила в начале фильма пристаёт обратить внимание в образе. Это Теодора, да, правильно я говорю? Да, да, да. Теодора. Это младшая из трех ведьм. Да. Младшая. Вот так, друзья, выглядят ведьмы. Сначала. И внимание. Вот из такой вот абсолютно загадочной и прекрасной Теодоры, Теодора превращается вот в такую... Пожалуйста, поподробнее покажите. Это же... Тут еще не видно профиля. Увеличились и некоторые части лица. Да, капельку нос, капельку это... Подбородок, да. Но я бы не сказал, что вот это, это капельку. Это прилично. Узнала Капиноккио. Но я же не паротина все-таки, это не так плохо. И плюс еще цвет, это все зеленого цвета. Да, мой цвет поменялся. А, Мила, а как это вообще, когда... Каково это вот... Как вы реагируете, когда вам, красивой женщине, предлагают вот так вот резко поменять внешность? Я бы сказал, в худшую сторону. Мне понравилось, на самом деле. Такая штука была очень веселая, попробовать честно. И я относилась к такой молодой девушке. У нее было разбито сердце. У нее был такой эмоциональный переломный момент. И потом физический. Ну, конечно, из-за этого меняется цвет. А так она очень серьезная. Потому что у нее сердце разбилось. Из всех самых противных, зеленых, страшных ведьм, она была самая красивая. Джеймс льет очень хорошо. Джеймс прекрасно врет. Джеймс, но вам, как партнеру, как человек, который проводил смелое время в кадре, вам было все-таки с ней комфортнее общаться в образе Теодоры в красной шляпе или в образе уже Теодоры с зеленым носом? Да, Джеймс, расскажи. Ну-ка, соврите-ка сейчас, Джеймс, пожалуйста. Конечно, проще было на тебя смотреть, когда у тебя была красная шляпа и весь костюмчик. Но мне очень понравилось. Мне кажется, прекрасно сделали грим. Если бы нам было тусоваться с тобой, я бы, наверное, пошел с тобой в красном костюме. Не хочешь тусоваться со мной в зеленом костюме? Вы знаете, мне кажется, здесь все зависит от того, с какой интенсивностью вы тусуетесь. Потому что часто тусуешься с женщиной в красной шляпе, а потом выясняется... Друзья, посмотрим про это с ними. Не знаю, что я говорю по-русски, да? Да, да, да. Друзья, вам очень много вопросов присылали из интернета. Позвольте, я несколько вопросов задам от наших зрителей. Они очень хотели вас расспросить. Дмитрий Шустиков задает вопрос. Мила, здравствуйте. Хотел пригласить вас в гости, но не знаю, чем кормить. Что вы едите в гостях, Мила? Эм, селедку в шубе would be nice. Ну, ну, здорово. А как это перевести, Мила? Как это перевести, селедку под шубой? A herring in a coat, which just sounds disgusting. Нет, милая. Селедка в шубе звучит по-английски. Нет, Мила, он представляет сейчас конкретных людей, когда вы говорите об этом. Ну, селедка. It's smoked herring, and then it's like shredded carrots, and then it's like Oh my God, sounds disgusting, if I explain, if there's some mayo, and then some egg. It's like a layer on top. Ну, в общем, с слоями выкладывается. В общем, я могу сказать, Джеймс, самое главное, там нет уж меха никакого, там шубы никакого, там шубы полностью отсутствует. Так, хорошо. Джеймс, вопрос вам от Кирилла Куртханова. Ваш первый автомобиль. Первая машина? Я не знаю, почему это интересует Кирилла. Может быть, кто-то ему продает автомобиль. Я работал на гольф-клубе, и долго собирал деньги. Вот так. В гольф-клубе копил, и я накопил на Volkswagen Carmen Ghia. Вы знаете, что это, машина? Похоже на жука VW Volkswagen, но немножко длиннее. Да, более длинный жук. Такая девчачья машина. Я такую всегда хотела. Это была моя первая машина. Я хотел Porsche, но не мог себе позволить. Мы все так. Поэтому он чуть-чуть похож на Porsche, поэтому я решила вот так. Кирилл, если на вашем автомобиле, который вам предлагают купить, что-нибудь связано с Джеймсом Франко, и это вот такой длинный жук, то покупайте. Это его машина. Мила, с кем бы вы хотели сняться в сиквеле? С Жастином Тимберлэком, Марком Уолбергом, Джеймсом Франко или Натали Портман? Это ваши партнеры? Джеймс Франко. Джеймс Франко. Ну и, наконец, вопрос от Регины Поляковой. Иван, это... Вы знаете ее? Мало ли. Мало ли, может быть, может быть, в чем на вцах в детском саду была Регина. Может быть, там была Регина Полякова. Вы забрали игрушки. Регина, да. Да, да, Регина, да. Региночка. Регина просит меня, Иван, умоляю вас, спросите у Джеймса Франко, когда он женится на мне, Регине из города Бугульман. Да, Регина. Да, вот. Что? Регина wants to know when you're planning on marrying her. Джеймс, достаточно сказать год. Я готов. She here? Она пришла? Сейчас пока люди переплавляют паспорта имена на Регину, у нас некоторые, у нас какое-то время, да, какое-то время у нас... Oh, she's right there. А, вот Регина. Регина, вот Регина помахала рукой. И послала воздушный поцелуй мне. Почему мне, Регина, вдруг? Почему не Джеймсу? Хорошо, друзья. Джеймс, я знаю, что вы прекрасно рисуете. У вас проходят выставки. Позвольте, я предложу сейчас вам принять счастье вместе с Милой, со мной, в нашей небольшой игре, которая бы позволит вам раскрыть ваш талант художника, Миле продемонстрирует собственную яркую красоту и внешность, а мне посоревноваться с вами в рисовании грифеля на бумаге. Друзья, наша рубрика «Мальчики рисуют девочку». Пожалуйста. Когда будешь меня рисовать, можешь очень красиво нарисовать, как Джей Лену рисует вот такую челюсть. А ты что будешь там делать? Я вообще, если честно, хотел использовать идею с Джейм Леной, но сейчас, когда уже ее отдали Джеймсу Франко, я не знаю, как часто вас рисуют, Мила? Меня? Да. Не очень. Не очень. Ну, сейчас мы исправим это. Джеймс, у нас есть одна минута. У нас есть одна минута. Всего минута. Окей. Ладно, готов. А мне что делать? Мил, здесь еще достаточно сложная ситуация. Нужно быть красивой. Тяжело. Не могу. Нужно быть красивой и одновременно позировать и направо, и налево. Это тоже не могу. Окей, попробую. Окей, поехали. Время пошло. Давайте, Мил. А я готова. Я... Поехали. Так. Мне нравится. Мил, у меня вопрос. Мила, вы же уехали, вам было 7, да, или 8 лет? 8, да. 8 лет. Скажите, вы когда-нибудь жалели, что уехали? Нет. Спасибо. Спасибо. А если моя баба с дедом это смотрит, ой, весь. Конечно, смотрит. И можно тоже... Ай, мама. А деда? А как зовут папу? Марик. Марик, привет. А мама? А мама как зовут? Эльвира. 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 Марик. Здравствуйте, здравствуйте. Бабушка Роза. Бабушка Роза. Окей, дань. Это мне нравится. Стоп. Зак, я такой. Деда Море. Стоп. Кто первый показывает, Джеймс? А надо подписать же, наверное, еще. А, наверное, же подписаться внизу. Я поставлю свой автограф, который я обычно использую на рисунках пастелью. Прошу. Готов? Готов? Я показываю камеру. В камеру показывать, да? Ну, вообще, может, сначала друг, может, сначала Миле покажем. Нет, ладно, давайте в камеру. Поехали. Раз, два. Миле. Это с Айлен. Нет, секунду. Во-первых, меня сейчас вообще не волнует, как изображена Миле. Меня больше волнует человек, который сидит от нее слева. That's how you spell your name, right? Это правильно пишется, да? Правильно написал. Джеймс, во-первых, это огромный комплимент, который вы мне сделали. Но я могу сказать так, у страха глаза велики. А вот и моя работа. I like it. А мне нравится. Хорошая работа, да. Да, спасибо тебе. Да, вот надо же я взял. Это мне очень нравится. Вот сейчас, Мил, вопрос заключается в следующем. Ты можешь выбрать только одну работу из этих двух. На одной очень красиво получился ты, на другой совершенно выдающийся образом изображен я. Что ты хочешь оставить, унести с собой туда, за океан? Что украсит твою квартиру? Что бабушка Роза будет протирать от пыли? Твое лицо или мой торс? Which one is more honest? Что честнее, скажи. Что бабушка Роза будет подходить и говорить, господи, картинка-то совсем запылилась. О, я не могу выбрать. Можно оба? Но, честно, я не хочу выбирать. Я хочу оба. Я должна с ним еще работать. Я не могу это выбрать. Спасибо огромное. Видимо, это означает, что мы больше никогда не увидимся. Друзья, что сказать? У нас сегодня в гостях была Мила Кунис и Джеймс Франко. Смотрите фильм Оз.